Всем привет! Сегодня 14 июня 2017 года, потеплело заметно, пока дождя нет, тепло, можно открывать велосезон. Достал я своего железного коня, так сказать, после зимовки. Раза три, наверное, зимой выезжал, может чуть больше, и уже появилось впечатление, что он подустал без сервиса. Что-то где-то начало скрипеть, непонятно где. Где при вращении педаль скрипит, как будто бы передняя втулка руля, или как это еще назвать, где-то здесь. Но это может быть ошибочным таким мнением, даже непонятно где оно скрипит. В общем, достал его, прокатился, думал, все будет хуже, чем оно оказалось на самом деле. В общем-то, довольно неплохо едет, и скрипеть пока перестал. Но это не отменяет того, что в сервис ездить так и надо. Ну, сейчас уже темнеет, часов 8 вечера, и сегодня 14-е, как я сказал, июня, закрытие кинофестиваля Кинотавр, 28-й, я так понимаю, по счету. И чтобы не ехать обратно на автобусе, да и прокатнуться, пока нет дождя, поеду на велике туда. И, может быть, еще и на море заскочу. Правда, уже будет это по темноте, и не знаю, будет ли там что-то интересное. Еще там, кажется, должен быть фильм «Притяжение», премьера которого состоялась в начале этого года. Кажется, в январе ролики по ютубу крутились, и так меня удивило 2-3 фильма в начале этого года, российских было, которые вызвали желание посмотреть. Типа, о, неужели смогли? Ну, я так и не пошел в кинотеатр. Было бы интересно его сегодня посмотреть. Правда, друг, с которым я еду, возможно, не сможет так остаться до конца фильма. И обычно на закрытие Кинотавра был фейерверк, а в этот раз, кажется, его не будет. В общем, ладно, сейчас дособерусь. Ах ты, комариха! Летают уже комары в начале июня, но, говорят, в центре их нет. В общем, сейчас дособерусь и поедем. Закрытие Кинотавра 2017. Фух, едем на Кинотавр, уже почти доехали. Тут фонтаны, у которых я в прошлом году снимал. Один работает, а остальные выключены. И так жарко, я оделся по летнему вроде, легко, и все равно в горку поднимался, запарился. Хочется аж залезть в этот фонтан. Вон, те они используются. Почти сухо в них. А этот мокрый такой, очень даже используемый. Правда, подсветки нет. Только сегодня, часа 2-3 назад смотрел откуда трансляцию в перископе. Чувак квадрокоптер здесь запускал. А теперь сам здесь. Хотел отсюда ехать километров 12. Доехали мы на Кинотавр, и нас даже пустили с великами сюда. Вел прицеплен, вода со мной. И ждем кино. Я желаю вам приятного просмотра. Я счастлив, что картина завоевала зрительский успех. Я надеюсь, вы растерите эти эмоции вместе с нами. Спасибо вам. Люблю вас. Мир. Кто сказал, что естественный макияж не бывает стойким? Реклама даже здесь. Под открытым нелом. Советую профессионалам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА или его утилизируют типа аплатируют, такое бывает? Пришли с кинотавра фильм Притяжение 2017 года в начале на сцену вышел Федор Бондарчук и сказал для нас большая честь закрывать этот кинофестиваль потом в начале фильма неожиданно появился логотип Sony на весь экран, ну так и задумывалось а потом вроде Columbia Pictures, если не ошибаюсь и стало ясно что неспроста он так крутовато в трейлере выглядел этот фильм все таки русским помогли и в начале реально все смотрелось круто и зрелищно, летели метеориты обгорая в атмосфере падали и среди них летел звездолет сбивал здание и подумалось неужели будет крутой фильм но потом пришла мне мысль что пол бюджета потратили на вот эту начальную сцену в фильме а остальную половину спустили или до актеров или на автомобиле участникам съемочной группы вся середина фильма была довольно скучная без экшена, без какого-то просто пытались на игре актеров вытянуть как это делают в русских сериалах абсолютно все не происходит интересного на экране только общение актеров между собой персонажи разговаривают обнимаются, бегают друг другу помогают и так почти весь фильм и только в конце опять начались какие-то симпатичные сцены и немного экшена в общем у фильма начало и конец а середина при этом такая что большинство людей могут заснуть или уйти тупо с сеанса посмотреть можно один раз но пересматривать я его не хочу даже вот спустя год или полтора думаю вряд ли мне захочется его пересмотреть а кинотавр очень понравился хотя раньше на закрытие постоянно был салют а в этот раз вот фейерверка не было даже в программе про него написано не было не знаю может он на открытие был я что-то на открытие был без не пришел и в общем классно было под небом посидели на свежем воздухе посмотрели фильм ладно на этом все всем пока приклад Steam пока . В tout Hause . . Продолжение следует...